Друзья мои, привет всем! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о новинке в мире видеорегистраторов о видеорегистраторе зеркали от компании TrendVision модель MR1100 Из его особенностей хотелось бы выделить то, что он двухканальный то есть одновременно ведет запись двух камер при этом основная камера записывает видео в 2К разрешении с возможностью интерполяции до 4К а задняя камера в Full HD разрешении при этом задняя камера имеет парковочные линии то есть ей можно пользоваться как помощником при движении задним ходом есть здесь и GPS, и Wi-Fi, и большой сенсорный экран но самая главная его особенность в том, что у него есть искусственный интеллект который предупреждает о возможном столкновении с автомобилем, с пешеходом, с велосипедистом о том, что впереди стоящий автомобиль начал движение о том, что вы уходите с полосы и даже есть мониторинг слепых зон я, как обычно, постараюсь вам все очень подробно рассказать поэтому присаживайтесь поудобнее надеюсь, вам будет интересно продается видеорегистратор вот в такой фирменной упаковочке ссылочки, где можно приобрести данное устройство в описании под видео если что, прикреплю здесь мы видим изображение самого видеорегистратора задняя камера TrendVision MR1100 видеорегистратор зеркала с умным AI-ассистентом AI-контроль слепых зон 4K плюс Full HD две камеры с этой стороны основные, так скажем, фишечки данного видеорегистратора система мониторинга слепых зон 8 видов предупреждения столкновений сенсорный дисплей диагональю 11,26 дюйма переключение на заднюю или переднюю камеру обзор с двух камер на дисплее одновременно разъем Type-C современный парковочные линии GPS-модуль в комплекте управление через мобильное приложение и на обратной стороне все характеристики видеорегистратора здесь нам честно сообщают, что максимальное разрешение 4K достигается интерполяцией остальные характеристики можете почитать, нажав на паузу давайте, наконец, открывать и смотреть, что есть в комплекте в коробочке нас сразу встречает поздравительная открыточка с контактами поддержки и на обратной стороне нам сообщают, что если мы оставим отзыв то нам на телефон придет 300 рублей здесь все упаковано в поролончик то есть при транспортировке повредиться не должно отложим пока регистратор в сторону в комплекте адаптер питания с проводом длиной 3,5 метра чего вполне достаточно для скрытой проводки современный разъем USB Type-C питания и вот такой адаптер со светодиодным индикатором входное напряжение 12-24 вольта то есть можно даже в автомобилях с бортовой сетью 24 вольта использовать и выход 5 вольт 3 ампера 15 ватт получается GPS антенна также с достаточно длинным проводом выносная то есть можно без проблем закрепить прямо на лобовое стекло и здесь разъем 3,5 джек задняя камера с достаточно длинным проводом длина его 6 метров вот такой 4-пиновый разъем хорошо, что он тоненький удобно будет прокладывать в труднодоступных местах сама камера уличного исполнения, то есть защищенная и имеется вот такой вот красный проводок он подключается к плюсу фонаря заднего хода и при включении задней передачи автоматически будет отображаться на зеркале картинка задней камеры также в комплекте двусторонний скотч и два саморезика для крепления задней камеры и два хомутика, чтобы закрепить зеркало-видеорегистратор за штатное зеркало ну и конечно же в комплекте инструкция по эксплуатации полностью на понятном русском языке здесь все-все очень подробно расписывать как настраивать умный ассистент как калибровать, как пользоваться вот здесь еще характеристики можете почитать здесь встроенный аккумулятор на 500 мАч ну и давайте посмотрим сам видеорегистратор видеорегистратор изготовлен в форме накладки на зеркало практически всю его лицевую сторону занимает экран с 2.5D скруглением имеется здесь защитная транспортировочная пленочка на верхнем торце разъем Type-C для подключения питания разъем для подключения задней камеры разъем для подключения GPS-антенны и слот для microSD флеш-карты объемом до 128 ГБ поскольку запись ведется одновременно с двух камер рекомендуется использовать высокоскоростные флешки 10 класса U3 и я вам всегда в своих видео рекомендую вот такие флешки от Samsung EVO Plus U3 они себя временем зарекомендовали я много лет ими пользуюсь и никогда меня не подводили если что ссылочку на продавца таких флешек только в обновленном дизайне я в описании под видео оставлю давайте ее сразу установим на нижнем торце два микрофончика и клавиши включения и отключения экрана и самого видеорегистратора и на задней стороне кнопочка сброса Reset четыре крючочка, чтобы закрепить регистратор за штатное зеркало то есть вот таким образом к зеркалу прислоняем и резиновым хомутиком крепим имеются здесь четыре резиновые проложки, чтобы штатное зеркало не повредить, не поцарапать динамик и регулируемый объектив что очень удобно и по горизонтали можно регулировать, и по вертикали и даже вот таким образом немного поворачивать смотрите, зеркало у вас в любом случае не прямо стоит, а немного вот так может быть повернуто и даже вот так и вы можете объектив отрегулировать, чтобы у вас регистратор снимал именно прямо, а не куда-то там в сторону итак, друзья, видеорегистратор установлен и уже около 10 дней я с ним катаюсь сейчас все подробно вам про него расскажу заднюю камеру закрепил над номером GPS-антенну вот так вот просто вставил, даже на 3М-скотч крепить ее не стал и в зеркало все замечательно видно хоть оно и немного темнее штатного, но смотрите, отражает все замечательно козырьку не мешает козырек открывается подаем питание видеорегистратор достаточно быстро грузится и начинает запись запись, конечно, циклическая то есть более старые ролики при заполнении флеш-карты перезаписываются новыми и при включении сразу видим картинку задней камеры при этом видим на экране индикатор записи скорость автомобиля, дата-время и логотип компании если свайпать по экрану вправо либо влево, меняем отображение с камер передняя, задняя, либо сразу обе камеры одновременно если по правой части вверх-вниз свайпать, регулируется яркость если по левой части экрана, то регулируется область отображения камеры что с передней камеры, что с задней камеры если включить заднюю передачу, то тут же появляются парковочные линии и очень удобно вот таким образом регистраторам пользоваться как помощником при движении задним ходом при этом также можно регулировать область отображения и видеорегистратор запомнит, какую область вы настроили и при следующем включении задней передачи будет отображать именно ту область, которую вы задали если зажать нижнюю клавишу один раз видеорегистратор перейдет в режим скринсейвера здесь мы видим скорость и время если еще раз нажать, видеорегистратор полностью экран выключит при этом запись будет продолжаться еще раз нажимаем опять скринсейвер тапаем по экрану и включается картинка если просто один раз тапнуть по экрану появляются дополнительные индикаторы запись в 2.5К флешкарта установлена зарядка идет, Wi-Fi выключен GPS спутники поймал и вот такие быстрые клавиши включение Wi-Fi здесь мы видим имя сети и пароль выключаем заблокировать ролик едете, увидели что-то интересное хотите, чтобы ролик потом не перезаписался и был в постоянной памяти не перезаписывался то есть нажимаете эту клавишу все, ролик начал записываться в неперезаписываемую память эта клавиша выключает видеозапись это делает фотографию включить, выключить запись звука можно и по нажатию клавиши домой попадаем в меню настроек системные настройки здесь можно настроить громкость звук загрузки отключить звук кнопок включить, выключить автоматическое отключение регистратора настроить через 1 минуту либо 3 минуты либо выключить то есть задержка выключения выключение экрана настроить 1 минута, 3 минуты либо сделать, чтобы он вообще не выключался единицы скорости выбрать язык, часовой пояс, информацию о спутниках посмотреть, сколько спутников поймал, информацию о Wi-Fi, установить время, отформатировать флеш-карту, посмотреть версию ПО и сбросить настройки к заводским. Общие настройки. Здесь можно выбрать разрешение видео для передней, для задней камеры, циклическую запись настроить 1, 2, 3 минуты, частоту выбрать, ставим 50 Гц, датчик удара, настроить чувствительность низкая, средняя, высокая, либо его выключить. То есть съездите, не дай бог попали в аварию, датчик удара сработал, ролик записался в неперезаписываемую память. Режим парковки настроить, таймлапс, либо по датчику удара, но для этого нужен специальный парковочный кабель, который подключает видеорегистратор к постоянному питанию в автомобиле. VDR включить, либо выключить, микрофон включить, либо выключить и включить штамп данных, то есть можем сразу посмотреть сохраненные ролики с основной камеры, задней камеры, заблокированные ролики и фотографии. Давайте запустим. Все, видим сразу картинку, можем ролики листать, ставить на паузу, можем тут же ролик удалить, либо переместить его в заблокированные видео, нажав на замочек. AI-ассистент. Это настройка помощника при движении. Функция будет очень полезна водителям-новичкам. Настраивается передняя камера, настраивается задняя камера. Для начала необходимо зайти в калибровку, откалибровать. Здесь на русском все понятно написано, ничего сложного нет. Затем зайти в настройки можно. И вот что мне понравилось, каждый тип оповещения можно отдельно настроить по чувствительности, либо вообще полностью отключить. Лобовое столкновение, столкновение с пешеходом, съезд с полосы, начало движения впереди идущего автомобиля, опасность столкновения. Вот, выбираем чувствительность, либо полностью это предупреждение отключаем. У меня все на максимум, чтобы вам подробно показать. Ну и сигнал тревоги можно включить, либо выключить. При включении помощника, хоть с передней камеры, хоть с задней, запись с 4К переходит на 2,5К. Задняя камера также калибруется, и у нее функция мониторинг слепых зон. Вот эта функция мне очень понравилась. Заходим в пробку, настраиваем именно зоны слепые, здесь тоже все на русском, все понятно написано. Заходим в настройки, и здесь можно выбрать также чувствительность, тип тревоги, пешеход, пешеход легкая техника, автомобиль только, либо пешеход легкая техника и автомобиль, порог скорости автомобиля, то есть от какой скорости начинать срабатывать, сигнал тревоги включить, либо выключить, и отображение зоны тревоги можно включить, либо выключить. Вот эта функция реально очень классная. Выходим, и клавиша на главный экран переводит нас на главный экран. Что касается приложения, называется оно VDUR, можно скачать хоть на Android устройство, хоть на iOS устройство. Включаем Wi-Fi, включаем Wi-Fi на видеорегистраторе, подключаемся к сети видеорегистраторов, введя пароль от 1 до 8, необходимо это делать только при первом подключении. Запускаем приложение, идет автоматическое подключение, и вот так выглядит основное меню приложения. Здесь можно остановить запись, сделать фотографию, включить-выключить запись звука, отобразить картинку задней камеры, ну, либо можно сделать вот так картинку вообще на весь экран. И те же самые кнопки управления здесь. Есть пункт файлы камеры, то есть можно посмотреть все сохраненные ролики в видеорегистраторе. Фронт, передняя камера, реар, задняя камера. Можно посмотреть фотографии и ролики по G-сенсору. Давайте запустим ролик. Здесь сразу видим, вот он, звук. Есть. Можно ролик тут же скачать в память смартфона, сделать снимок экрана, либо ролик удалить. И можно зайти в настройки. Здесь все те же самые настройки, что в самом видеорегистраторе. Плюс есть вот такая настройка Rear First. То есть эта настройка отвечает за то, чтобы при включении видеорегистратора картинка автоматически сразу отображалась на зеркале именно с задней камеры. Вот этой настройки в видеорегистраторе нет. Ну, это очень удобно. Автомобиль заводите и сразу видите картинку именно с задней камеры на регистраторе. Рекомендую эту настройку включать. Искусственный интеллект AI с системой помощи водителю в видеорегистраторе отрабатывает просто отлично. Передняя камера без проблем распознает как транспорт, так и пешеходов. При этом выдает следующее предупреждение. Опасность столкновения. Столкновение с пешеходом. Начало движения впереди стоящего транспорта. Съезд с полосы. Замечательно то, что чувствительность каждой зоны предупреждения можно отдельно отрегулировать или вообще полностью отключить. Задняя камера благодаря широкому углу обзора предупреждает о наличии пешеходов, легкой техники или автомобилях в мертвой зоне. Функция действительно очень классная и полезная. Меня она за время тестирования регистратора пару раз выручала. Уверен, что все данные функции предупреждения станут отличным помощником при вождении, особенно для водителей новичков. TrendVision MR1100 записывает в видео максимум в 4К разрешении, но производитель честно нам сообщает, что оно интерполированное. А при включении помощника при движении регистратор сам переводит переднюю камеру в режим съемки 2К. Поэтому я в настройках изначально выставил 2К разрешение 2560 на 1440 пикселей. Фреймрейт при этом составляет 25 кадров в секунду. Видеозаписи получаются хорошего качества. Картинка четкая, плавная, нигде не размазанная. Здесь отличная цветопередача и отличная детализация. Угла обзора в 150 градусов вполне хватает для захвата нескольких полос движения. Номера попутных автомобилей читаются на расстоянии примерно до 15 метров. Номера встречных автомобилей в городе на небольшой скорости читаются без проблем. И даже на большой скорости на трассе, если вовремя поймать стоп-кадр, номера встречных удается разглядеть. Благодаря наличию GPS на видеозаписях отображаются координаты движения автомобиля, его скорость в момент съемки, а также дата и время, что может помочь при разборе какого-либо ДТП. Весят одноминутные ролики в таком качестве 101 МБ, а ролики с задней камеры 52 МБ. Таким образом, на флешку объемом 64 ГБ войдет примерно 7 часов видеозаписи. Задняя камера снимает в Full HD разрешении 1920 на 1080 пикселей с фреймрейтом 25 кадров в секунду. Качество съемки задней камеры меня порадовало. Его можно сравнить с качеством видеозаписи отдельно взятого неплохого регистратора. Обстановку на дороге отлично видно, все объекты в кадре хорошо различимы, и номера приближающихся автомобилей можно с легкостью разглядеть. Но записывает задняя камера, как видите, при этом зеркально. На качество видеозаписи это, конечно, не влияет, но все-таки хотелось бы, чтобы производитель поправил это в ближайшем обновлении прошивки, поскольку привычнее и удобнее просматривать сохраненные видеозаписи в нормальном отображении, а не зеркальном. А вот так основная камера MR1100 снимает ночью. Качество ночной видеосъемки меня порадовало. Обстановку на дороге отлично видно, знаки и дорожная разметка хорошо различимы. Номер попутного автомобиля разглядеть можно, если он не засвечивается фарами, а вот номера встречек, как и на видеозаписях, большинства видеорегистраторов не разглядеть. Вот так вот регистратор снимает ночью на трассе без искусственного освещения. В целом, я считаю, что ночные видео получаются отличные. Качество съемки задней камеры ночью хорошее. Видно и дорожную разметку, и дорожные знаки удается разглядеть, а у подъехавших близко автомобилей можно даже в свете ярких фар прочитать госномера. Здесь также стоит учесть, что качество видео снижается из-за монтажной программы, а также урезается самим ютубом. В общем, по качеству видеосъемки у меня к этому видеорегистратору претензий вообще никаких нет. Вот такой вот интересный многофункциональный аппарат получился у компании TrendVision со множеством необходимых и полезных функций. Реальная 2К разрешение записи основной камеры, вторая камера с Full HD разрешением, которую можно использовать как помощник при движении задним ходом, большой сенсорный экран, GPS, Wi-Fi и уникально реализованные возможности AI-ассистента, которые приумножают удобство и безопасность вождения автомобилем. Решение о его покупке принимать только вам. Я, как обычно, постарался вам все очень подробно и честно про данный видеорегистратор рассказать, а выводы для себя вы делаете сами. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях, постараюсь ответить. Также рекомендую перейти в моем канале на вкладку плейлисты и посмотреть в плейлисте обзоры видеорегистраторов мои обзоры на другие устройства. Уверен, что-нибудь интересное для себя найдете. Если этот ролик был для вас полезен и интересен, то не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди будет еще много полезных и интересных видео. Всем удачи на дорогах, не болейте, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok